В честь дня студента Магаданский политехнический техникум провел акцию для учащихся «Диалог на равных». Такому проекту около двух лет. Учреждение организовало ее совместно с Управлением по делам молодежи, Министерства образования и молодежной политики Магаданской области. На мероприятии студентам Колымы выпала возможность задать вопрос губернатору Магаданской области Сергею Носову. Сегодня осуществляется встреча студентов системы среднепрофессионального образования. У студентов есть уникальный шанс задать губернатору вопросы на интересующие их темы. Возможно, это будут политические вопросы в связи с последними событиями, происходящими в стране. Я думаю, что эти вопросы также будут и касаемо студенческой жизни, и вообще жизни региона. Какие перспективы у нас будут в ближайшее время и каких результатов мы должны достичь. Для того, чтобы нам жилось комфортно на территории области. Самым интересующим вопросом для магаданских студентов стал вопрос об улучшении экологии Колымы. Учащиеся поинтересовались, как будут утилизироваться ветхие здания и перерабатываться старый металлолом с пользой для Магаданской области. В всей Колыме, ну и Магадан, в частности, местами нужна такая программа бульдозер, я ее называю. Снести, значит, конечно, это все вывести, ну, как минимум закопать, значит, или захоронить, если это не противоречит природоохранным нормам. Если требуется, то тогда перерабатываем. Но руководителей очень много. Вот снесем, значит, по-другому будет восприниматься Магадан. Специалисты отметили, что программы по благоустройству города проводятся. На сегодняшний день Колыме не хватает специалистов с профессиональными навыками, в том числе строительными. Поэтому задача Магадана – подготовить высококлассных специалистов, умеющих работать и с проектной документацией, отмечают эксперты. Именно на эти специальности обучают в Магаданском политехническом техникуме.